Мы продолжаем информирование горожан об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 14 апреля. С учетом продолжающегося лабораторного обследования всех контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией, у нас вырисовывается достаточно понятная нам на сегодняшний день картина, которую я хотела бы вам рассказать для понимания пути передачи заболевания и, соответственно, мер профилактики, которые нужно соблюдать. Вы помните, что на вчерашний день я говорила, что у нас было 8 случаев подтвержденных заболеваний и 5 случаев на верификации, то есть на подтверждение в лаборатории Нижнего Новгорода. Мы очень тесно вчера контактировали с лабораторией в Нижнем Новгороде. Они подтвердили нам, что работают с большой перегрузкой в круглосуточном режиме и до сегодня, до 7 утра сегодняшнего уже дня не успели сделать наших больных. Но при этом подтвердили, что все подтверждения, которые приходили из нашей лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии номер 50, нашли полное подтверждение. То есть они на сегодняшний день доверяют данным нашей лаборатории, ну, будем говорить, в полной мере. При этом, конечно же, мы все равно будем посылать все наши положительные, дважды положительные результаты в Нижний Новгород, но при этом мы будем понимать, что те результаты, которые получены в лаборатории нашего города, они достаточно достоверны, но с какой-то очень высокой степенью вероятности. Поэтому вот те 5 случаев, которые у нас не верифицированы, все-таки в уме мы сегодня считаем, что это заболевшие. 8 плюс 5 – это 13 человек на вчерашний день. И за обследование за вчерашний день выявило еще 6 заразившихся. То есть сегодня, повторюсь, с очень высокой долей вероятности мы уже обнаружили, выявили и подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, факт заражения и выделения этими людьми вируса у 19 человек. А вот теперь самое главное – понять, что это за пути передачи и кто эти 19 человек, каким образом произошло заражение. Для нас это очень важно, и для вас, жителей города, для принятия вами решений тоже очень важно. Изначально инфекция пришла в город из Москвы и Московской области. Мы видим эту картину, в принципе, по всей Российской Федерации. Сейчас все практически случаи заболеваний на территории нашей страны, даже в очень удаленных ее районах, это практически львиная доля, это заболевания, которые привезены, то есть заражения, которыми произошло на территории города Москвы и Московской области и частично еще Санкт-Петербурга в малой доле. Ну, это и понятно, потому что свыше 18 тысяч зараженных в стране, и из них практически более 15 тысяч – это Москва и Московская область, мы понимаем, что именно там у нас и есть очаг. То же самое мы имеем и на территории нашего города. Значит, первые заболевшие так или иначе заразились и привезли ее из Москвы и Московской области. А вот дальше, как происходило заражение, какой круг обследованных? Мы обследовали огромное количество контактов, огромное. Контактных по работе, контактных по месту жительства, контактных родственников и так далее, и так далее. И этот анализ дает очень интересные результаты, что все-таки вирус не имеет такой высокой контагиозности. И заражаются только люди, находящиеся в близком контакте. Что имеется в виду? Ну, во-первых, это контакт личный, когда люди общаются друг с другом, разговаривают, находясь при этом на расстоянии меньше метра, метра, полутора метров. Это, как правило, такие контакты бывают у нас в семейных очагах, там, где люди вместе живут, общаются, друг с другом кушают, разговаривают. Если заражения происходят где-то в других местах, то тоже подтверждается очень близкий контакт. Причем рукопожатие, передача друг другу любых документов, вещей. И настораживает нас в первую очередь то, что заражения у нас в городе начались уже после 2 апреля. Это заражение, не случай заболевания, а заражение первичного, возможно, когда могла инфекция уже попадать таким или иным образом к людям со 2 апреля. Со 2 апреля, когда наш город уже плотно находился в системе повышенной готовности, когда уже все средства массовой информации, все работодатели и абсолютно все каналы, не только городских, но и федеральных СМИ говорили о том, какие меры нужно было принимать и применять, Тем не менее, люди продолжали рукопожатие, обнимание, поцелуи. Самое неприятное, что люди продолжали ходить в гости, приглашать к себе гостей. И последний случай заболевания говорит о том, что наша любовь к родителям в данной ситуации должна быть тоже скорректирована. У нас есть случай заражения, когда к больным людям, ну, правда, они не знали, конечно же, что они больные, пришли их дети вместе уже со своими детьми, то есть внуками, остались у родителей погостить, вместе кушали, вместе общались, остались ночевать. И на сегодняшний день, к сожалению, они все заразились. И поэтому у нас на сегодняшний день первый случай заражения ребенка в городе. То есть мы с вами, вот, глядя друг другу в глаза, понимаем, что мы продолжаем подвергать опасности не только своих престарелых родителей, но даже своих малых детей. Это категорически недопустимо. Сегодня, когда основной путь передачи – это близкие контакты, эти контакты нужно разорвать и общаться любым дистанционным способом. Давайте рассмотрим контакты по подъезду. Теперь я его уже смело называю. Это улица Шверника, дом 45, подъезд номер 1. Ведь в этом подъезде у нас, к сожалению, на сегодняшний день, по моему постановлению, высажены на обязательную 14-дневную изоляцию абсолютно все жители подъезда в обязательном порядке. Потому что, к сожалению, вот именно в эти дни, со 2 по 6 апреля, конечно же, не понимая, конечно же, не зная, что там появился первый очаг, но тем не менее факт остается фактом. Люди между собой здоровались, общались, и люди, видимо, все-таки загрязнили, что в подъездах является наиболее опасными местами. лифт, кнопки лифта, ручки дверей, поручни, кнопки домофона, ручки мусоропровода, наши с вами ящики почтовые. И, конечно же, в эти дни там дезинфекции не было, и это понятно, мы по всему городу с вами еще режим дезинфекции не ввели, но мы прекрасно понимаем, что те люди, которые, приходя домой, естественно, мы не можем попасть в дом, не коснувшихся вот всех тех мест поверхностей, которые я перечислила. Мы прекрасно понимаем, что любое место может быть источником заражения. И очень долго и давно говорим о том, что откуда бы мы ни пришли, нужно первым делом вымыть руки, нужно первым делом исключить контакт грязными руками с собой и своих близких. И что же мы видим в этом подъезде? В этом подъезде мы как раз видим, ну, я думаю, что, конечно же, ненамеренную, но все-таки разнос инфекций контактным путем. Контактным путем. Значит, это не значит, что, как мне вчера многие звонили и говорили, что нужно теперь этот подъезд закрыть, поставить там пост милицейский внизу, никуда их не пускать. Товарищи, у нас то же самое может быть в любом другом подъезде. Значит, это мера профилактики абсолютно для всех жителей города. Значит, еще раз, тесные контакты исключаем, перестаем ходить друг к другу в гости, перестаем общаться с малыми детьми, со стариками, не подвергая их опасности, и продолжаем выполнять все меры профилактики. На сегодняшний день я благодарна, тем не менее, огромному количеству других людей, которые на самом деле с больными контактировали, но соблюдая все эти меры безопасности, не заразились. 70, 80, 90 человек – это количество анализов по контактным лицам, которые мы проводим каждый день последние дни. И большинство из этих людей не заразились. Поэтому продолжаем меры профилактики. Хочу отдельно сказать, что у нас, конечно, много лиц в городе, вернувшихся из Москвы и Московской области. Я прошу всех этих лиц, равно как и работодателей, которые знают, что вернулись из этих неблагополучных районов лица, и лиц с ними общающихся, их родственников, их соседей. Прошу также соблюдать все эти меры профилактики. Я сегодня, пользуясь случаем, хотела бы остановиться и ответить на самые типичные вопросы, которые в течение дня к нам поступают. Среди них такие. Разъясните, пожалуйста, порядок въезда и выезда в город с постоянными пропусками, можно ли выезжать, будут ли просить обосновывать причину выезда и ждать ли ужесточений. Сам вопрос вызывает у меня массу негодований. Но эти меры уже давно жесткие введены. Что значит спрашивать? Нам никуда не нужно ездить. У нас вокруг территории также с заражениями. У нас подтверждены случаи заражения. В Мордовии, во всех районах с нами, контактирующих с кем мы... Это и там, где есть в том числе и наши дачи. Это Ельниковский район, это Темняковский район. Нижегородская область со всеми районами, близросположенными, тоже находится в зоне риска. Мы сами с вами уже являемся зоной риска. И до сих пор меня спрашивают, можно ли ездить. Да никуда не нужно ездить. Сидите, товарищи, дома. Кроме тех, кому нужно ездить, либо по долгу работы, мы с ними, с работодателями, отдельно эти вопросы решаем, либо на ближние дачи, без выезда в ближайшие пункты, либо по местам больничных. Это тоже решается через клиническую больницу. Дальше. Будут ли ужесточения? Я думаю, что ужесточения будут, но они идут именно в тех рамках, которые у нас действуют уже сейчас. Обосновать причину выезда, конечно же, у вас может попросить не только на КП, у вас это могут попросить на любых пунктах движения по Нижегородской области. Москва вообще уже вводит пропуска. Поэтому это все вопросы серьезные. И они нацелены именно на самодисциплину. Вот у нас все ждут, что когда-то схватят за руку и не будут пускать. Вы подвергаете себя опасности в первую очередь. Пожалуйста. Эти вопросы отвечают «да». Будут требовать причину. Да, есть ужесточение. И да, есть понимание, что не нужно без повода ездить туда-назад по области и пересекая границы области и регионов. Второй блок вопросов касается анализов на коронавирусную инфекцию. Где можно сделать, как можно сделать, а если я хочу, а если я готов заплатить деньги, и так далее, и так далее, вариации на эту тему. У нас сегодня проработано и законодательно утверждены категории лиц, кому положены анализы на коронавирусную инфекцию. Естественно, они делаются на бесплатной основе. Решают это исключительно эпидемиологи и медики. Поэтому, если есть какие-то у вас сомнения, вопросы, если вы считаете, что вы контактировали с больными, если вы сами чем-то болеете, если вы в группе риска созваниваетесь, общаетесь со своими лечащими врачами, можете общаться по этим вопросам и с нами. Но еще раз говорю, категории четко отмечены, мы будем их выверять. Если лицо в эту категорию попадает, то да, конечно же, на бесплатной основе эти анализы будут выполнены. Еще раз напоминаю, телефон у нас 7-93-28, правда, дозвониться по нему уже сейчас стало крайне сложно. Он немного канальный, но работает, тем не менее, каждый день в обязательном режиме. Прошу с пустыми вопросами на этот телефон не звонить, потому что мы решаем достаточно сложные вопросы с тем, кому действительно нужно оказывать помощь и нужно решать вопросы с въездами-выездами, лечением и так далее. Следующий блок вопросов – дезинфекция. Какие места, какими средствами, кто, как часто, как проверить, опасно, не опасно и так далее. Весь этот блок вопросов лежит в поле ответственности Департамента городского хозяйства администрации. Пожалуйста, вы можете по рабочим телефонам, на сайтах телефона есть директор Департамента городского хозяйства Лобанов Сергей Иванович. Он эти вопросы курирует. Если есть опасения, что не проводят или плохо проводят, не так проводят, вот все вопросы у нас замыкаются туда. Следующий блок вопросов – магазины различные. Можно ли им работать? Как вернуть их к жизни и не нарушить норм? Могут ли они начать работать? И обратный блок вопросов – вот начали работать, а мы считаем, что они не должны работать. В общем, все, что касается магазинов. Это блок вопросов курирует отдел потребительского рынка городской администрации. Можете взять телефоны. Ответственные работники у нас – Степашкина Мария Михайловна, рабочий телефон 34200, и Анна Валерьевна Сысоева, рабочий телефон 97717. Сегодня через эту службу подаются заявки. Они отрабатывают, какие виды деятельности в городе осуществляются, закрываются, открываются, ситуация меняется. Этот блок вопросов они решают на уровне штаба, и они же могут дать вам квалифицированные ответы. Следующий блок вопросов – медицинская помощь, частные медицинские клиники, стоматологии, прорабатываются ли какие-то варианты работы для них? Да. Учитывая, что мы давно уже находимся в системе ограничения оказания медицинской помощи, рассматриваются те виды медицинской и неотложной помощи, которые нельзя оставлять, и, конечно, они должны работать. Прорабатываются меры, каким образом в этих клиниках, поликлиниках и медицинских центрах будет проводиться работа с соблюдением норм эпидемиологических, санитарно-эпидемиологических. Поэтому вы можете обращаться, узнавать в лечебных учреждениях, договариваться с ними, когда и какую помощь вы можете получить. Это все уже через ваших лечащих врачей. Бани. Бани Сарова. Есть дома в городе, у которых нет ванн, подтверждаю это так. И, значит, в городе не работают бани. На сегодняшний день решение было принято. Баня муниципальная работает. Режим ее работы, характер работы, запись, сколько человек, в какие отделения будут пускать. Все через баню, пожалуйста. Или, опять же, через отдел потребительского рынка. У нас на сегодняшний день есть четкое понимание, что санитарно-гигиенические услуги должны быть в городе восстановлены, но только в режиме, опять же, достаточно ограниченном. И в первую очередь мы рассматриваем баню не как место, куда мы должны пойти отдохнуть с компанией, искупаться и попариться, а это исключительно мера для мытья, в первую очередь, для тех граждан, у кого нет дома ванных. И следующий блок вопросов – это, что бы вы могли нам сказать в связи с появлением в городе инфицированных, на которых открыли охоту на ведьм. Я хочу подтвердить, что это совершенно недопустимая мера. Это совершенно неактуально, это непродуктивно и неэффективно в плане нашего здоровья и сохранения нашего здоровья и прекращения распространения инфекционных заболеваний. Вы должны четко понимать, что здесь есть разные меры от административной до уголовной ответственности. Я думаю, что это возьмут на себя и правоохранительные органы, но травлю людей, конечно же, в средствах массовой информации говорить нельзя. Это совершенно недопустимо. Это мое мнение. Его спрашивали. И последний блок вопросов, который мне задавали, как вы относитесь к тому, что открыты храмы, по праздникам там собираются люди, и можем ли мы способствовать их закрытию? Есть данные, что в воскресенье, 12 апреля, в вербное воскресенье, работали храмы, в том числе и в Дивеево, где были в том числе и наши жители, хотя должны находиться в городе, либо на своих дачах на самоизоляции. И наша православная церковь не предприняла мер к тому, чтобы верующих попросить выйти во время службы. По этому поводу вчера собирался на уровне губернатора Нижегородской области Глеба Менькитина штаб с такой достаточно суженной, но именно по этому вопросу участвовал в нем митрополит Нижегородский, участвовал главный государственный санитарный врач по Нижегородской области, и они вели очень четкий предметный разговор именно в этой части. И, конечно же, наша православная церковь в целом по России поддерживает режим изоляции, и я думаю, что примет все меры к тому, чтобы в храм люди сейчас не ходили, а в преддверии праздников, которые нас ждут, Пасхи, мы должны понимать, что не только храм, но и излюбленное во многих местах, и в том числе в городе Сарове, место сбора кладбища однозначно будет закрыто, оно уже сейчас закрыто. Торговли около кладбища никакой не будет, ходить туда абсолютно бесполезно, никуда все равно не пустят и ничего работать не будет. И мы должны пресекать, и милиция в этой части будет работать, с тем, чтобы у нас не было мест массового скопления людей. Однозначно совершенно. У нас не должно быть нигде массового скопления людей. Итак, я подвожу итог. С большой долей вероятности на сегодняшний день, на 14 апреля, у нас 19 случаев заболевания. При этом заболевания сейчас охватили 5, на сегодняшний день уже 6 подъездов, 6 разных подъездов, где введена дезинфекция. Сейчас эта дезинфекция эффективна, но, повторюсь, случаи заражения в этих подъездах прошли до того, как началась в них дезинфекция. Поэтому по всем контактам мы будем отрабатывать, мы будем увеличивать количество лиц, которых мы будем высаживать по контактам на обязательную изоляцию. Обязательно. Это значит вообще без права выходить из квартиры. И уточню еще, что на сегодняшний день у нас таких уже 127 человек. 127 человек в городе без права вообще выходить из квартиры. Будьте, пожалуйста, к этому очень внимательны. Берегите свое здоровье. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин